Заря разгорается, утро просыпается, но пасмурно и минус один. Вот такая она снежная луна, полнолуние снежное. Мы едем по ротационному кольцу, нам нужно попасть на Юрмала Гатвы, на Ульмана Гатвы, потому что нам нужно поехать на Венстерский тракт, на Венстерское шоссе. И едем мы с вами в Тукурс. Вот такой у нас Рига-Плаза торговый центр. Это съезд с моста, со Стравного. Едем по... Да, пробочка уже в сторону Риги намечается. В сторону Юрмала едем. Ну вот мы подъезжаем. Это уже Юрмала. Вот, а нам нужно направо повернуть, чтобы под дорогой выехать на Венстерское шоссе. А прямо на мост через Лелупы и в Юрмалу. Летом здесь нужно покупать билеты для въезда. Сейчас можно и по телефону, смсочкой. А вот пока эти аппараты зачехлены до следующего сезона. Направо предайны. Это тоже считается Юрмала, только на этом берегу. На правом берегу Лелупы. До Венспилса отсюда 169 километров. Но мы едем не в сам Венспилс, мы едем в Тукурс. Едем по Земгале. По земле Земгале. А справа остается Лелупы. Вот, не видно. Окна все грязные, потому что слякотная такая погода. Чисть, не чисть и стекла все равно быстро. Вся эта грязь с шоссе на стекла летит. Ну что ж, теперь едем до моста через Лелупы. До автомобильного моста. Мы проезжаем населенный пункт Спунтиемс. Так, а здесь где-то с правой стороны есть протока или канал. С правой стороны параллельно идет сейчас Юра опустит стекло, потому что грязные стекла. И я попробую снять, показать вам. Вот такой здесь, видите, тоже рыбаки сидят на льду. Летом их, весной, очень много здесь. Вчера было, говорит Юра. Да, вчера, говорит Юра, было много. Впереди река Лелупы. Вот стекла грязные, потому что не успеваем чистить. И эти дворники плохие, неплодные. Ну, вперед едем. И сейчас мы будем въезжать на мост через речку Лелупы. Вот, окно открыли. Вот она. Закрывай окно. Она вправо течет и втекает в Рижский залив. Юра открывает мне специально окно, чтобы я могла снять. Потому что окна у нас очень грязные. И никак не почистить на ходу. Моментально, моментально загрязняются. Все, ребята, едем теперь. Еще сколько нам осталось? Вообще от Риги до Токумса 65 километров, по-моему. Да, Юра? Где-то, да? Да. Вряд. Ну что ж, едем дальше. С правой стороны уже начался национальный парк Кемери. Кемерский. Здесь есть кладбище братские. Еще с Первой мировой войны. А направо поворот до Кемери. Всего один километр. Кемери. Лечебница сероводородная. Там воды сероводородные. Вот и озимые. Озимые под снегом зеленеют. Вот такие места. Зэмгалы. Еще немного и будет поворот на Токумс. А впереди поворот на аэропорт Юрмальский. Видите? Вот такое указание ветра показывает. Там вот частные самолеты приземляются здесь, в Юрмале. Ну вот впереди ротационное кольцо. Налево на Елгаву можно выехать. Прямо на Вэнспилс. А нам нужно направо. Мы едем с вами в Токумс. От кольца до города 5 километров. Токумс это вообще-то краевой город в этой волости в Зэмгале. Основан он в конце 18 века. И как я уже говорила, западнее на 65 километров от Риги. Здесь узловая станция, железнодорожное направление на Елгаву, Ригу и Вэнспилс. А первое упоминание о Токумсе в середине 13 века. Что еще? Молочный комбинат. Да, молочный комбинат. И здесь справа, я помню, большой торговый центр. А в 11 и 12 веках здесь жили лиевы, украфинское племя. Так, и в конце 13 века, в самом конце, немецкие рыцари построили здесь замок, укрепленный замок. И после ликвидации ордена, это было в середине 16 века, замок передан Речью Посполитой Курзенскому герцогству. Вот, передан в виде Лена Феода. То есть земли, которые пожаловали вассалу Феодам в пользование и распоряжение, но в пользу сеньора, то есть феодала этого. Вот так. Так, от этого замка башня до сих пор сохранилась. Она в центре города. Я не знаю, куда мы заедем, где эти магазины здесь находятся максимумы. Но она рядом с полицейским управлением, башня. Там есть Литаранский храм. Исторический центр есть там, в историческом центре Тукумса, застройка 14-18 веков. Но там уже относительно современные элементы включены. Здесь я говорила, не говорила, но хочу сказать, что вокруг Тукумса очень много всяких замков. Вот Дурбер, Дурбес 1,7 километров, 1,7. Проехали там Яунмокский. И еще разные замки вокруг. Здесь хорошо летом съездить по всем этим замкам, экскурсию совершить. Так я хотела сказать, что центральная, центр старого города, площадь Бривибас, площадь Свободы. Раньше это была торговая площадь. Летом там хорошо, там фонтан, там клумбы. А еще здесь есть, знаете, очень интересный музей, музей соломы. Там фигуры людей, животных делает одна семья. И также есть винодельник. Смотри, какой крутой подъем сюда, да? На горке, а вон наверху. А вниз спускаемся, да. Тукумс наверху, видишь? Вижу Тукумс наверху, да. Справа будет, мало что-то. Так. Вот этот. Да? Да. А вот, Тукумский молочный комбинат. Речка, видишь? Слоцины. Слоцины. Речушка маленькая такая, как ручей. И вот на самом холме наверху там башня. Но мы, наверное, туда не поедем, в центр. Нет. Туда не заедешь? Потому что здесь старый город, там наверху. Да, там весь центр. Исторический центр. А это же мастер-рожная станция. Да. А тут Кумс-2 дальше, вот туда налево. Да. Здесь и православный, вон, смотрю, храм. Там был пивной завод, видишь? Пивной завод. Я не знаю, он действует сейчас или нет. Нет, вот видишь, и в Риге, и несколько заводов тоже, кроме Югу-Ценс. Дело в том, что раньше-то... Сами варили пиво, да. Варили, а еще... Сейчас завозят. И сейчас... Вот вокзал на станции. Ну, если единственное, возле магазина выйду и сниму что-нибудь. А так, в принципе, мне далеко будет до центра идти. Посмотрим. Вот эти люди оставляют машину, садятся на электричку и едут... Дальше. В Ригу, а... А, из хуторов едут сюда, на машинах. Да, на Риге. Да, а на электричке до Риги, да? Сейчас работа только в Риге, наверное, и есть. Потому что до Риги далеко бензин. Или селях очень дорогие. Вот такое длинное здание. Это база здесь торговая. Клабкаунт Сэмс. Ой, у меня бутылки с водой падают. А, здесь две максимумы, да? Налево и направо. И здесь мэре-магазин тоже, да. Есть. Я помню правильно, значит, да? Справа и туда налево есть. Ясно. Давно мы здесь с тобой не были. Вот такая вся слякотная погода. И всё на стёклах. Мне очень жаль, что я не могу снимать, позволить себе вот такие грязные. Ну, хоть по центру чуть-чуть видно. Все эти застройки, это с советских времён, дома, мэго-магазин. И вот там налево тоже максимумы есть. К этой максимуме тоже будем подъезжать? Нет? Ясно. Вчера сюда ездил, когда-то молочко. Вчера? Значит, здесь не две, а больше максимум. Две, говорю, не спорили. Две? Так в Тукумсе у нас будет одна максимум? Да, нам одна. Хорошо. Какие зелёные квадратики здания Паса Циня. Детское учреждение, я так понимаю. Заправочка, Настя. Вот, это средняя школа Тукумская. Здесь справа уже частный сектор. И вот Лидл. Здесь тоже есть Лидл. Ну да, 22 магазина по всей Латвии. Лидл. Немцы оккупировали Латвию. А мы вот к этой Максиме подъедем сейчас. Выгрузим груз. И поедем мы дальше куда, Юра? В Саудус? В Саудус. Но нам надо будет тогда на Алепайское шоссе попасть как-то. Такие вот дела. А здесь магазин для дома, для сада. Всё. Будем выгружаться. Парковаться, выгружаться. Хорошо. Вот здесь наверху городище. Гора Каратаву или Лелайскалс. Веселищная или большая. Здесь кладбище. Вот как детей выводят гулять. Ну, и здесь наверху, на горе, тоже кладбище. Вот эти ворота были освещены в 1932 году. Вот. Это гора Каратаву. Лелайскалс. Веселищная или большая. Раньше здесь были увеселицы. Ну, здесь частный сектор. А мы с вами выезжаем из Токумса. А нам нужно попасть на Лиепайское шоссе. Уже с Венспилского на Лиепайское. Едем в Саудус. Вот такой здесь мемориал. И здесь кладбище. Все капища здесь на холмах. Это уже окраина. Скоро мы выйдем из Токумса. Вот такие здесь здания. Здесь техника. И вдали где-то виднеется... А, мы еще не доехали. С правой стороны был элеватор. И здесь магазинчики. Холмистая. Очень холмистая местность. Топ-магазин, торговый центр. Ну, вот мы подъезжаем к ротационному кругу. Это уже официальный выезд. Вот здесь вот видно будет элеватор. Вот он, вдали. Интересно, он сейчас действует? Или нет? Все. Выезжаем.